Частного дома в поселке Шмидта семья Екатерины Домрачевой лишилась весной. Соседнее здание, которое тогда было выставлено на продажу, загорелось. Огонь перекинулся на дом Екатерины. С тех пор девушка как никогда бдительна. Осторожно относимся ко всему теперь. Розетки, газ, то есть ни в коем случае, да, несмотря на то, что у нас сейчас холодно, где мы живем, мы не оставляем комфорки на ночь, мы даже не оставляем обогреватель на ночь. Вот, и выключаем все из розеток обязательно. О том, что пожары здесь случаются постоянно, говорит и Елена Губарькова. Рассказывает, не всегда виной всему плохая проводка или включенные электроприборы. В новогоднюю ночь, говорит, многие соседи беспечно взрывают петарды, не отходя от ворот. Выходит здесь и с фейерверками, и с бенгальскими огнями. Поэтому, может быть, когда, особенно во время ветреной погоды, все это летит не туда, куда надо. Дома, не дай бог, там что-то загорится. Дальше куда-нибудь на дорогу, чтобы не так уж близко к домам было. Поселок Шмидта – район повышенной опасности. В нем много ветких деревянных домов, которые стоят очень близко друг к другу. Ближайшая пожарная часть находится за двумя железнодорожными переездами. За порядком здесь следят сотрудники добровольной охраны. В прошлом году они выезжали на возгорание 35 раз. В новогоднюю ночь мы выезжали на загорание дома из-за попавшего у него фейерверка. Люди по своей неосторожести направили салют рядом с домом. И он попал на крышу и загорелась крыша. Сегодня добровольцы раздают жителям памятки по пожарной безопасности. Механический дозор на пожарной машине. Наши добровольцы выезжают, проезжают по частному сектору, беседуют с людьми, раздают памятки, инструктируют о мерах пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами, при пользовании отопительными приборами электрическими. В новогодние праздники пожарные будут особенно внимательно следить за обстановкой в городе. На контроле почти 70 складов и магазинов пиротехники. Около 800 мест массового пребывания детей. Андрей Горгуленко, Алина Чемерис, Григорий Крешаков. События.